Закономерность изменения энергии ионизации. В этом видео мы рассмотрим закономерность изменения энергии ионизации. Итак, в этом периоде при движении от лития к неону, через всю нашу периодическую таблицу, мы видим, что в целом происходит увеличение энергии ионизации. Так, литий является положительным, его энергия ионизации 520 кГц на моль. У бериллии она возрастает до 900 кГц на моль. И далее мы видим, энергия ионизации увеличивается вплоть до неона. Таким образом, при движении в пределах периода происходит рост энергии ионизации. Это происходит потому, что при движении в пределах периода происходит увеличение эффективного заряда ядра. Поэтому происходит увеличение эффективности Z. Вспомним формулу. Эффективный заряд ядра равен фактическому числу протонов, обозначаемому Z, из которого вычитается S, то есть среднему числу внутренних электронов, экранирующих наши внешние электроны. Итак, давайте рассмотрим это более подробно. На примере лития и бериллия. Атомный номер лития 3. Значит, число протонов в ядре равно 3. Таким образом, заряд ядра плюс 3. А электронная конфигурация лития, которую мы уже знаем, 1 из 2, 2 S1. 2 электрона расположены на 1 S-орбитали и 1 электрон на 2 S-орбитали. У бериллия на 1 протон и 1 электрон больше, еще 1 протон в ядре, заряд плюс 4. А электронная конфигурация бериллия 1 из 2, 2 из 2. Таким образом, 2 электрона расположены на 1 S-орбитали и 2 электрона на 2 S-орбитали. Давайте вычислим эффективный заряд ядра для обоих элементов. Начнем с лития. Заряд ядра лития составляет плюс 3. Поэтому эффективный ядерный заряд является положительным и равен 3, от которого вычитаем среднее количество внутренних электронов, экранирующих наши внешние электроны. В этом случае есть два внутренних основных электрона, которые экранируют наш внешний электрон. Наш валентный электрон от полного положительного заряда плюс 3. Мы знаем, что подобные заряды отталкиваются, поэтому этот электрон немного оттолкнет этот электрон, А этот электрон оттолкнет вот этот. Эти два внутренних электрона ядра лития обладают экранирующим эффектом. Они защищают внешний электрон от полного заряда плюс 3. Таким образом, для быстрого вычисления эффективного заряда ядра берем во внимание два экранирующих электрона, поэтому от плюс 3 отнимаем 2, что дает нам эффективность заряда ядра, равную плюс 1. Получается, что внешний электрон лития ощущает заряд ядра плюс 1, который притягивает его к ядру. Верно? Итак, между внешним электроном и нашим ядром существует сила притяжения. При фактическом вычислении у нас не получится целого числа. Фактическое значение для лития составляет примерно 1,3, а при нашем быстром, грубом расчете оно получилось равным плюс 1. Давайте сделаем такой же расчет для бериллия. Итак, эффективный ядерный заряд бериллия равен числу протонов, бериллион плюс 4, от которого вычитаем количество внутренних электронов, которые кронируют внешние электроны. Стало быть, это аналогичная ситуация. Два внутренних электрона, которые кронируют этот внешний электрон. Они отталкивают этот внешний электрон, защищая его от полного заряда ядра плюс 4. Таким образом, есть два внутренних электрона. Для вычисления эффективного ядерного заряда от плюс 4 отнимаем 2, что дает в результате эффективный заряд ядра плюс 2. В действительности эффективный заряд ядра составляет примерно 1,9, и это потому, что у бериллия есть другой электрон на 2С-орбитале, который немного влияет на этот электрон. Он немного отталкивает его, и поэтому фактически снижает эффективный заряд ядра примерно до 1,9. Но опять же, для быстрого расчета значение плюс 2 подходит. Таким образом, внешний электрон бериллия ощущает эффективный заряд ядра плюс 2, а это означает, что он будет притягиваться ближе к ядру из-за наличия большой силы притяжения, действующей на этот внешний электрон бериллия по сравнению с внешним электроном лития. Эффективный заряд ядра для этого внешнего электрона составляет лишь плюс 1, и поэтому атом бериллия меньше, верно? 2С-орбиталь становится меньше, и сам атом уменьшается, бериллий меньше лития. Таким образом, этот внешний электрон бериллия, давайте снова поменяем цвет. Этот внешний электрон бериллия ближе к ядру, чем внешний электрон лития. Он ощущает большую силу притяжения, и поэтому требуется больше энергии, чтобы оторвать этот электрон от нейтрального атома бериллия, что и является причиной большей энергии ионизации. Так, у бериллия энергия ионизации составляет 900 кДж на моль по сравнению с 520 кДж на моль у лития. Таким образом, она зависит от эффективного заряда ядра. Мы сравнивали литий и бериллий и увидели, что энергия ионизации изменилась с 520 кДж на моль до 900 кДж на моль, и выяснили, что это связано с увеличением эффективного заряда ядра бериллия. Однако, если мы перейдем от бериллия к бору, эффективный заряд ядра по-прежнему будет увеличиваться, однако энергия ионизации снизится с 900 кДж на моль для бериллия до 800 кДж на моль для бора. То есть наблюдается небольшое уменьшение энергии ионизации. Давайте посмотрим на электронную конфигурацию бора, чтобы понять, можем ли мы это объяснить. В атоме бора 5 электронов, поэтому его электронная конфигурация выглядит следующим образом. 1С2, 2С2, 2П1. Таким образом, пятый электрон бора располагается на 2П-орбитали. У данной 2П-орбитали больше энергии, чем у 2С-орбитали. Это означает, что электрон на 2П-орбитали в среднем находится дальше от ядра, чем 2 электрона на 2С-орбитали. Давайте быстро изобразим это. Допустим, это 2С-орбиталь, на которой расположены 2 электрона. Этот один электрон на 2П-орбитали в среднем находится дальше от ядра. Таким образом, эти два электрона на 2С-орбитали фактически могут оттолкнуть этот электрон с 2П-орбитали. В данном случае наблюдается небольшое дополнительное экранирование двух p-электронов от полного притяжения ядра. Верно? Итак, несмотря на то, что в ядре бора 5 протонов и положительный заряд плюс 5, тот факт, что эти два S-электрона добавляют небольшое дополнительное экранирующее состояние, оторвать этот электрон становится легче. Таким образом, благодаря этим двум S-электронам оторвать этот электрон с 2 p-орбитали становится немного легче. Это и является причиной небольшого уменьшения энергии ионизации. При переходе отбора к углероду мы наблюдаем увеличение энергии ионизации. От углерода к азоту – увеличение энергии ионизации. Опять же, это объясняется увеличением эффективного заряда ядра. Но при переходе от азота к кислороду мы снова наблюдаем небольшое уменьшение с примерно 1400 кДж на моль до приблизительно 1300 кДж на моль у кислорода. Давайте попробуем найти этому объяснение, записав электронные конфигурации атомов азота и кислорода. У азота 7 электронов. Таким образом, его электронная конфигурация выглядит следующим образом. 1С2, 2С2, 2П3. Убедимся, что есть все 7 электронов. У кислорода на 1 электрон больше, поэтому 1С2, 2С2, 2П4 — это электронная конфигурация кислорода. Давайте нарисуем, используя орбитальное обозначение, 2С-орбиталь и 2П-орбиталь. Итак, у азота есть 2С-орбиталь с двумя электронами на ней. Давайте их нарисуем. А на 2П-орбиталях 3 электрона. Вот 2П-орбитали, и давайте нарисуем 3 электрона, используя орбитальное обозначение. Давайте сделаем то же самое для кислорода. Итак, у кислорода есть 2С-орбиталь, которая заполнена, поэтому мы нарисуем эти 2 электрона на 2П-орбиталях, Давайте я нарисую два по орбитали, четыре электрона. Первый электрон, второй, третий и, обратите внимание, что происходит, когда добавляется четвертый электрон. Мы добавляем его на орбиталь, на которой уже есть электрон. Поэтому этот четвертый электрон, добавляемый на 2 по орбиталь, будет отталкиваться от электрона, который уже существует на ней. Значит, легче будет удалить один из этих электронов, так как электроны с одинаковым зарядом отталкиваются. Это и является причиной небольшого снижения энергии ионизации. Таким образом, удалить электрон из атома кислорода немного легче, чем из атома азота, благодаря отталкиванию электронов на 2 по орбитали. Далее наблюдается общая тенденция. Энергия ионизации фтора увеличивается до 1681, а затем увеличивается энергия ионизации неона за счет увеличения эффективного ядерного заряда.